Вопрос о проведении государственной итоговой аттестации девятиклассников снят с повестки дня. ОГЭ отменили, а вот выпускники 11-х классов до недавнего времени находились в неведении. ЕГЭ несколько раз переносили. И вот новая предварительная дата – 29 июня. Но ученики стараются найти во всей этой чехарде и свои плюсы. Например, старшеклассники и учителя лицея при Сыктывкарском университете отмечают, что появилась возможность уделить больше времени подготовке. Да и у многих учеников от домашнего обучения остались только положительные впечатления. Дистанционное обучение, как вынужденная мера, нас вполне устраивает, особенно в плане подготовки к экзаменам. Потому что дома готовиться гораздо удобнее. То есть можно встать в любой момент, размяться, можно заняться любимым делом, ведь отдых – это тоже смена активности. Вот уже почти два месяца школьники находятся на дистанционном обучении. Но, как отмечают педагоги, в таком необычном формате прошла лишь последняя четверть. А это значит, что большая часть программы была пройдена. И сейчас старшеклассникам нужно лишь закрепить пройденный материал. Потому что сейчас уже, в принципе, все темы пройдены. Единственное, что необходимо делать – это нарешивать задания. В школах тоже стараются идти ребятам навстречу. Так, с учеников 11-х классов снижают нагрузку по другим предметам. А всю мощь онлайн-технологий стараются направить на подготовку к ЕГЭ. Потому что мы уже завершили изучение предмета, рабочие программы фактически были выполнены по всем предметам. И дали детям возможность заниматься, расписание такое составили, что в основном те уроки, те предметы, которые им необходимы для сдачи ЕГЭ. Что же касается онлайн-платформ для подготовки, то здесь ученики и преподаватели вольны сами выбирать сайты. Например, большой популярностью пользуется портал дети11.rf, где можно найти ссылки на полезные ресурсы, прорешать пробные задания. Для тех же, у кого нет доступа в интернет, телеканал ОТР запустил проект «Моя школа онлайн», в рамках которого транслируются уроки и консультации по русскому языку и математике. Говоря же о низком качестве связи, нельзя не вспомнить об учениках сельских районов, ведь во многих деревнях нет мобильной связи и уж, конечно, скоростного интернета. Сейчас сельским педагогам сложнее всего отмечают в региональном минобразии и многое зависит от их индивидуального подхода. Действительно, в некоторых территориях республики ведь интернета нет, но здесь мы рекомендуем использовать как раз вот этот телеканал, он покрывает всю территорию республики и особенно в отдаленных территориях, где нет вообще интернета или интернет очень слабый, это раз. А сами педагоги вот этих небольших маленьких населенных пунктов действительно работали очень индивидуально. Это и делали рассылку домашнего задания и по почте, и смс-сообщениями, консультировали по телефону и действительно доставляли даже задания домой. Кроме того, любой экзамен – это стресс, а в нынешней ситуации нервы многих родителей и выпускников на пределе. Поэтому педагоги в первую очередь призывают заботиться о здоровье детей и помнить, что ЕГЭ – это лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще только предстоит пройти.